Легенды гласят, что когда-то давным-давно люди могли летать в небесах. Покорять небо. Но это было очень и очень давно. И, возможно, просто слухи. Пока я не собрал... Кимборга-убийцу! Или вертолёт. Добро пожаловать в Кроссаут! Йоу! Всем привет, братишки мои, сестрёнки мои и все остальные на видео заходящие. Это я, отец Шуморо. И добро пожаловать в Кроссаут, в котором ввели огромное, полномасштабное, нереальное обновление. Теперь мы можем с тобой строить бронелёты. Как ты видишь, значит, на моём вот этом вот конструкционном, значит, шедевре присутствуют винты. Теперь мы можем строить вертолёты в Кроссаут и летать немножко, как говорится, летать и стрелять, значит. У меня есть огромное количество различных чертежов, чертежей, значит. Я попросил аккаунт, значит. И сегодня мы будем с тобой смотреть. Смотри, это что-то похожее на чёрную акулу. Значит так, братишка, если ты не знаешь, как поиграть в Кроссаут, я тебе оставлю ссылочку в описании. И ты сам сможешь разобраться, поиграть, как говорится, полетать. Да ладно, истребитель джет, квадкоптер, смотри. Всё это можно, вот можно взять вот так вот, собрать. Нет, подожди. На выставку тест-драйв, например. Давай мы с тобой сейчас пролетим. Смотри, вот он, вот он у меня. Так, как мы тут взлетаем? Эф, заводим винты. Ляса-3. Так, подожди, заводим винты. Мы завели винты. Теперь что? На В мы взлетаем вперёд. Да ладно! И можем лететь выше! Я не ожидал! Я не ожидал, что в Кроссауте можно теперь летать, братик мой! Можно подлетать, летать! Вот это да! Слушай, такого не было. Такого не было раньше, брат. Но ведь этого не было раньше. Ну, ребята, ну... Ты посмотри! Такого раньше реально не было. Подожди. Так, эскейп. Что у нас ещё есть? Луноси. Значит, вот такой. Вот у нас есть полулетающий танк. Ну-ка, подожди. Дай-ка я хочу проверить, знаешь, что? Ну, это мы с тобой посмотрели. Чисто верталюк. Вертак. Вот, например, вот этот. Давай попробуем. Чисто тест-драйвик. Эф мы заводим винты. И, соответственно, мы летаем. Да? У нас есть один-два кнопочки. Это мы попочку с тобой подсвечиваем. Да? У нас есть пулик. Отлично. Просто невероятно. Ты посмотри, ля, ты посмотри. Не, я не знал, что такое в красауте вообще. Хорошо, что ребята мне написали, что в красауте крупное обновление. Вот это да. Вот это я понимаю. Ля, да. Ай, сейчас. Сейчас, немножко. Подожди, неловкий момент. Неловкая ситуация. Нормально, нормально. Разъёбчинка. Мне нравится. Мне нравится этот верталь. Значит, помимо этого, теперь, насколько я понимаю, все игроки участвуют в крупном, значит, поединке фракций. Да, теперь воюют у нас фракции. И, соответственно, ну, как бы появились новые игровые механики, помимо этого всего, да? То есть, у нас есть теперь бронелёты, фракции воюют, как говорится. Новые локации у нас появились. То есть, различные всякие... Но это очень круто. Это очень круто, то, что в красауте происходит. Короче, я хочу... Я хочу, нет кабины, отправьте... Так, чертежи. Я хочу вот эту кабину заменить с чертежом выставки. Подожди, заменить с чертежом выставки. Вот эту вот. Нет, это мне не нужно. На выставку. Подожди, собрать. Собрать. Вот сюда. Да, у нас с тобой есть три вертолёта. И вот этот тоже чертеж я заменю, наверное. И поставлю вот такой вот истребитель. Собрать, да. Всё, у нас есть три летающих с тобой вертолёта, на которых мы с тобой сегодня полетаем. И посмотрим, насколько это интересно играется. Насколько это эпично играется. Насколько это... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Мне вот этот вертолёт понравился. Как бы протестировать можно было бы всё. Короче, поехали сейчас, посмотрим, чё как. Ну чё, братишки? Первый бой, первые приключения, как говорится. Поехали. Зимняя карта красивая. Так, сколько у нас летательных аппаратов на карте, на катке? А у нас нет летательных аппаратов, кроме меня, да, ни одного? Нет, есть один, есть один. Стальной викинг. Будем под прикрытием наших работать. Видишь, он там в инвизик ушёл, братишечка. На ЕКЮ мы можем наклоняться немножко. Техника вражеская заезжает. По мне прям работает, по мне прям работает. Викинг ушёл вперёд. Уйду отсюда. Уйду отсюда, наклонимся, наклонимся, улетим. Тихо-тихо-тихо-тихо. Так наклоняться не нужно, брат. Так наклоняться не нужно. Отлетаем немножечко. Есть вражеский вертолёт впереди. Накидываем ему прям по лопастям. Нужно прям по лопастям отработать. Он отходит назад. Он понимает, что ему больно. У него какие-то пулемёды там. так ладно с него снимаемся с него снимаемся отходим к нашим отходим к здания не лежит они не лежит они кто сверху там зали нормально нормально он облизать здание решил меня нормально нормально не ли вот эта физика здесь еще удивительная особенность в игре по каким частям машины ты попадаешь такие части отваливаются если я хочу винты вражеские сбить я могу стараться работать по его винтам и таким образом он упадет если я все-таки сделаю ему критическое повреждение на эти самые винты так немножко снизимся у него не такая дальнобойная пушка внизу ползает паучок вражеский старичок минус хорошо отлетаем отлетаем прикрытие наших нужно делать прикрыть прикрываем наших хорошо минусанули смотрим дальше работаем 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 аккуратненько то что я решил оближать здание это моя тактическая небольшая а почему он так высоко так еще смогу отлететь отходе отходим назад отходим назад немножечко вот так вот отклоняемся наклоняемся немножко неудобное управление ну летаем на этой машине первый раз как бы наши держатся в центре мы даем поддержку хорошо хорошо отрабатываем взлетаем выше выше взлететь можем пробовать взлететь выше и вот вражеский вот этот вертолет который мне не нравится но нужно сбивать мы даем повреждения ему он присаживается немножечко взлетает родненький до пытаюсь пытаюсь нанести ему повреждения он он не не на критическом сейчас уровне но тем не менее он понимает что по нему стреляет другой вражеский летательный аппарат пытаюсь стрелять ему по лопастям лопастя пока не пробиваю наши тоже кроют его снизу но но он вышел один на один со мной походу отлетает у него части отлетают части разбираем разбираем вражеский вертолет взлетаем повыше у него одна пушка одну пушку отстрелить пушку справа он не может навестись этой пушкой больше он дымится он дымится ему хуёво у меня наведение ракета какое-то на меня пытаемся пытаемся отстрелить ему части тела критическое повреждение у него он видимо нет смотри все равно живет все равно живет на винте своем щас 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 будем будем додавливать будем додавливать этого братика падай падает все 3 таки таки получил все вин сбили ему по итогу критическое хорошо отлично отлично ребята невероятно и это победа невероятно просто захватили базу отжим пенели отжим пенели братишечку это я понимаю то я понимаю вот это я понимаю вот вот это хорошо пошла значит мы здесь имеем по сборке могу ли я что-то изменить я могу изменить какие-то запчасти мне не хватает турель и вот у меня сейчас здесь находится 222 установки калибре получается мы летим на калибре и вперед мы летим на сдвоенный авиаскос а этого что такое получается это у нас просто авиаскос. Это у нас фейк, да? Но у нас здесь для двигателя оно не работает. И у нас два... Две, соответственно, этих. Если я еще одну калибри сюда поставлю куда-то, могу я поинтереснее сделать установочку, нет? Чтобы калибри у нас посильнее было. Чтобы мы сильнее взлетали в воздух. Давай посмотрим, возможно ли это сделать. Мы летаем нормально? А, мы можем лететь. Мы можем лететь. Отменяем. Хорошо. Мы еще по одной калибри сюда сейчас поставим. Чтобы если вдруг какие-то проблемы у нас... Не-не-не, не так. Подожди, нет. Стой. Мы еще по одной калибри установим вот сюда. По идее, у нас должно быть приятное мероприятие с этого... Да, она просто присасывается у нас в бочину здесь. Так, почему я с этой стороны не могу это сделать? Это очень странно. Там я смог установить. Вот таким же образом? Нет. Тут у нас четко, смотри, встало. Калибри на калибри. Здесь у нас калибри почему-то... Вот, калибри на калибри. Вот это да! И мы можем еще раз попробовать полететь вот на этом. Но у нас вот эти пушки... Я бы еще по центру поставил сюда какую-нибудь интересную пилюльку. Не винт я бы поставил, а мне нужно какое-то вооружение. Какой-то слабенький такой пулеметик. Развернуть я его так не могу. На верхушечку, на верхотурку. Не, не хватает трех единиц энергии мне для пулемета. Я могу убрать вот эти установки калибри. А, все равно не хватает трех единиц энергии. Что у нас не потребляет энергию в большом количестве. Вот такой вот пулик. Не? Двух единиц энергии. Установите другую кабину или доп-генератор. Еще один генератор, наверное, это будет тяжело на самом деле. Ну, то есть, типа, если мы установим еще один генератор, работягу может поставить сюда, на крышку. Не хватает одной единицы энергии. Подожди, это двигатель же скачет. Генка. Гену поставить, может быть? Не знаю. Повернуть его. Лимит деталей. Можете максимум одну такую деталь поставить. Понятно. Моего генератора, который у меня сейчас есть, у меня есть радиатор стужи, который охлаждает нас. Блин, ну мы будем только выше летать. Я не смогу больше урона проносить. Хотя, в принципе, у меня такой вот снайперский режим здесь. Здесь у нас что? Рама элемент, да? То есть, смотри, вещь все разбирается, все собирается. Ты можешь как угодно. Смерч автопушка, смерч. Две автопушки у нас стоит здесь. Но стреляет оно по одной пульке каждая автопушка. Может быть, поменять смерчи на что-то другое? Две тысячи очки мощи. Хотя, в принципе, пушка мощная. Слушай, я даже не знаю. А где здесь у нас генератор прикрыт? Вот у нас генка. Генератор 150 очки мощи. Здесь генка такой стоит. Ну-ка, генка. Ну, здесь стоит гена. 150 очков мощи. То есть, сюда генка и был поставлен. Видишь? То есть, мы можем вот эту деталь сейчас убрать, если мы хотим разобрать, да, что-то. Здесь очень много вот этих конструкционных особенностей. Ну, можешь просто поставить, братан. Пока вот сюда вот это двинуть. Раздвинуть немножко, чтобы мы другой генератор попробовали впилить. Ампер 410 очков мощи. Вот. Ампер, если поставить, да, например, сюда. Вот, смотри, мы генку убираем и ампер ставим. И также его пытаемся прикрыть немножечко. Но он, получается, у нас не закрытый, как бы. Расширили мы с тобой немножко энергосистему. И теперь можем поставить какую-нибудь другую пушку, получается, сюда, наверх, сверху. Какую-нибудь... Ну-ка, синтез мы можем сюда въебать. Не хватает трех очков энергии. А для простых пушек я могу это сделать? Это очень интересно. У нас, по идее, больше очков мощи стало, но... Иглобрюха тоже, естественно, мы не поставим. Три единицы установить. У нас использовано 13 из 14. Слушай, а генка, наверное, по вместимости не то. Да, получается, будет. Нет, не гунрир. Ну, допустим, аккорд я могу поставить сюда. А все равно. То есть, что генка, что не генка, что сосенка. Ну, допустим... Вот, генераторы у нас какие имеются. У генки сколько у нас? 13 из 12. Здесь сколько у нас? Прочность, масса. Урон. Тут очки мощи у нас есть, но... Только один генератор. Зоу заряд. Бутсрэп. Бутсрэп могу въебать сюда, не? Он такой вот геник, блядь. Поставить ему нахуй, блядь. И пускай летает, блядь, мой вертеберт, блядь. Без защиты, без ничего. И в бой могу пойти. Отлично. Отменяем бой. Делаем сборочку еще. Я хочу проработать эту систему. Я не знаю. Мне кажется, все равно нихуя у нас не поставится. Поставилась. Отлично. Будем работать на том, что есть, как говорится, братики мои. Кавказ, нахуй, сюда въебать, блядь. Нет, Кавказ сюда мы не въебем. Гонрир тоже. Я могу только какую-нибудь простую... Вектор, наверное, могу поставить. Вектор тоже. Я могу выйти только в аккорд, получается. Сколько аккордов я могу еще поставить? Раз, аккорд. Второй аккорд нет. Короче, единственное, что я могу въебать, это аккорд посередине кабины. И это единственное, что я могу. Но мне генератор могут легко разъебать. То есть, блядь, ну будем тестировать, будем тестировать. Посмотрим, насколько у нас летные способности улучшатся. Давай проверим. Здесь у нас новые цели. Эпочка. Единичка. Полетели. Сколько у нас летательных... А, вижу, у нас тоже здесь есть летак какой-то. Смотри, у него винты. Что-то мы очень слабо поднимаемся наверх. Я разогнался. Давай вот так вот. Сильно разогнался. Нужно прикрыть нашего. Наш вертак, который здесь летает. Отлично. Отлично. Взлетели повыше. Ждем, жмем, надеемся и верим, как говорится. Демон, Сандра. Они что, под там? Под ареной? Нужно арену долбить. Я понял. Нужно отлететь в эту сторону. Я размести... Хорошо, хорошо. Душим, 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 душим. Душим родненького. Душим! Хорошо, минус. Действуем дальше. Еще идут слева двое. Еще едут двое слева. Еще двое братишечек. Задушить, задушить вот эту технику. Давай, 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 брат. Ву! Тихо, мне ракетки залетели. Я единственный, кто его вдалбливает. Он какой-то бессмертный абсолютно. Нужно отходить немножко. Хорошо. По мне работа идет. По мне идет, ведется работа. Жесткая, жесткая, жесткая работа. Взлетел челик. У них минус трим. На меня, на меня очень сильно сели. На меня очень сильно сели, братья. Очень сильно на меня насели. У меня одна пушка осталась. Сбивают мне мои вертательные способности. Мои летательные способности. Слушай, было очень хорошо. Было очень хорошо. Мне кажется, этот бой мы выиграем. Так как они были заняты абсолютно... Я еще жив. Я еще живой. То есть поддержка у меня была нереальная. Сейчас я поддерживаю свою команду морально. То есть в любом случае, моя кабина осталась. Пилот жив. То есть я числюсь как живой. И никто не знает, где я. И таким образом, пока я морально поддерживаю свою команду, остальные наши члены отряда уничтожают противника. Перевернуть свою машину. Переворачиваем свою машину. И пытаемся доползти до поля боя кабинкой. Кабинкой хоть раз доползал куда-то? Братан, можно еще раз как-нибудь? Шифт. О, я могу прицелиться. Неплохо. У меня есть прицельчик на шифт, кстати говоря. Надо ему воспользоваться в следующем бою. Но этот бой мы должны победить. Мы должны затащить. Стой. 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 Он. Он нашел меня. Ну, когда я посмотрю, как здесь литаки летают. Сейчас пойдем еще один бой делать. Сейчас нормально. Но мы подавили большое количество противника в любом случае. И вышли в плюс большой. Но это победа как бы. Изи, изи. Кабинка не дожила. Чуть-чуть моя кабиночка. Моя кабиночка, зайчик мой. Так, ну что, братишки мои, сестреночки. Будем пробовать, как говорится. Смотреть, что нам дал двигатель. Утяжелил ли он наш аппарат. Получается ли у нас плавненько, плодотворненько и планомерненько, как говорится, улучшать свой корабль. Так, единичка. Ф-очка. Взлетаем. Идем на прикрытие наших в нашей авиации. То есть, чтобы наша авиация действовала вместе, нам нужно. Наша авиация куда? Ага, братиточка пошла. Так, есть попадание. 205-ка. Вражескую авиацию вижу. Наблюдаю. Наблюдаю. Навелся. Попаданий нет. Какие-то ракеточки там летят по нашим. Вижу вражескую авиацию справа. По мне что-то бомбануло. Я не понял, что по мне бомбануло. Минус у меня. Пушка. Это печально. Вижу вражескую технику. Давлю ее. Подавляю. Подавляю вражескую технику огнем. Подавляю. 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 Большое количество урона наношу вражеской технике. У меня больше нет турели. А нет, есть. Перегрелы. Есть уничтожение. Но в меня что-то боткнулось. Да, в меня ракета боткнулась. Отхожу. Отхожу немножко. Что у нас по винтам? По винтам нормально. Осталась одна пушка у меня. Нормально, нормально, нормально. Три в три. Минус три. Разменочка пошла. Три в три. И отыгрываем, ребята. О, ты греш. Идет три в три. Мне пытаются работать по винтам. Благо, у меня все прикрыто. Главное, что в генератор не попадают, ребята. Меня дрючат. Мне нужно идти на снижение. Нужно идти на снижение и забирать вражескую технику вот здесь. Не могу ничего сделать, ребята. Не могу. Я под прицелом. Я под огнем. Три противника. Мне нужно отходить. Генератора нет больше. Подожди. У нас нет генератора, но я лечу. Так, что я могу сделать рамой? Что я могу сделать рамой, дамы и господа? Надеяться на то, что три в три наши вывезут. Два остается противника. Я летаю. Отвлекать на себя. Отвлекающий маневр. И нужно захватить точку. Идти на поинт. Идем на захват поинта противника. Идем на захват поинта противника. Я просто летающая железячка. Я просто летающая железячка. Мы остались вдвоем. Их двое. Все, что я могу, это просто захватить поинт противника. Я иду, брат. Я иду. Мы быстрее захватим. Я иду. Я иду, братан. я иду я иду мы победим мы победим мы победили брат я иду брат отлично отлично брат ты живой отлично он прожигает он прожигает я двигаюсь он прожигает я двигаюсь брат мы захватим point мы захватим point он нет нет это было очень близко вот это было очень близко ребята я так старался. Я так старался, я так старался сделать все правильно. Надо еще каточку. Все, я уже на опыте, как бы. Можешь меня считать опытным отцом шумора-пилотом своего офигенного вертиберда. Истребителя на лопастях, как говорится, да? Поехали. Единичка, эфочка. Понеслась. Единичку, эфочку врубили. Заебись. Чекаем ситуацию. Будем стараться авиацией работать вместе. Желательно по одному таргету, на самом деле, работать. Ну, какая интересная ситуация. Ага, понял. Прокидочная, прокидочная, прокидочная. Это что такое? Это что у меня красненьким все загорелось? Ситуация неприятная. О, Джи-Джи там. Слева у нас непонятно кто. С права непонятно кто. Вот эта вражеская техника мне не нравится, которая вышла напередок. Отлично. Работаем через поддержку. Накидываем огромное количество урона по вражеской технике, которая выходит вперед. Я не знаю, зачем она вышла вперед. Отлично! Невероятно просто! Просто не замечаем, ребята. Просто не замечаем. Просто, просто, просто не заметили, влетели, ребята. По мне идет отработочка крайняя. Ага, я понял. Ты хочешь пиздлей, ты получишь пиздлей, брат. Что у тебя есть, брат? Тебе нравится? Тебе нравится? Тебе нравится быть маленьким беззащитным самолетиком? Так, хорошо. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо нас остался один враг который где-то прячется непонятно какой-то маленький притун уж ну нормально мы поддолбить вижу вижу его родненького где он там внизу прячется это ради победа я хочу тебе еще сказать значит красавчик много удивительных и невероятных особенностей ну то есть типа ты можешь сделать абсолютно любую технику которые те души угодно чего угодно здесь ставь любые пушки не нравится вот эти поставил другие ты упираешься в мощность генератор должен соответственно участвовать во всяких этих боях клановых битвах и так далее чтобы зарабатывать свое снаряжение покупать который ты можешь поставить ну и соответственно получать удовольствие идей полет фантазии инженерной мысли здесь всегда был прекрасен то есть ты здесь можешь реализовывать все что угодно единственное что то есть естественно у тебя есть баланс да то есть игра не даст тебе создать там Что-то прям пипец-пипец Чего угодно наворотить, чтобы ты был непробивной крепостью У тебя есть баланс по оружию У тебя есть баланс по генераторам, по мощностям Которые ты можешь навесить, естественно, учитывается вес И все прочее, это единственная такая игра Поэтому, братишка, не забывай поставить лайк Старался для тебя осмотреть, как говорится Все плотненько, и чтобы ты сделал Выводы какие-то определенные Если хочешь поиграть, я тебе ссылочку в описании Обязательно оставлю, братик мой Мы увидимся с тобой на новом видео, целую и люблю С тобой был я, Утес Шиморо, пока-пока